Привет! Это обзор главных событий недели и газетных публикаций «Первая полоса». Я собираю для вас все самое важное и интересное, о чем пишет немецкая пресса. Чтобы не пропускать свежие выпуски, подпишитесь на наш канал, а теперь погнали! Карл III и его супруга Камила на этой неделе посетили с государственным визитом в Германию. Британский монарх побывал в Берлине и Гамбурге, и мы собрали для вас небольшой репортаж о том, как это было. Ажиотаж по приезду короля Англии намного больше, чем я того ожидал. Я думал, я выскочу и буду здесь среди пяти коллег, которые хотят помахать ему флажками, но желающих оказалось намного больше. Несмотря на плохую погоду, довольно большое количество людей пришло сегодня встретить Карла III в Гамбурге с его супругой Камилой. Я тоже стоял в толпе, совместил это с обеденным перерывом, но для вас заснял, как король подъехал на автомобиле и, несмотря на дождь, вышел и прогулялся пешком. Поздоровался с людьми, пожал им руки, а позже вышел на балкон поприветствовать всю толпу. На этом все. С вами был Дима Элендзер. Экстренный репортаж с центра Гамбурга. Гриптококковая инфекция распространяется по всей стране, констатируют врачи. Сильнее всего болеют дети до 7 лет. В марте почти треть обратившихся к врачам пациентов болели скарлатиной. Симптомы – нечто похожее на кишечный грипп, тошнота, рвота, больное горло, температура и высыпание на коже. Инфекция быстро распространяется воздушно-капельным путем, и иммунитет не вырабатывается, поэтому один человек может заболеть несколько раз. Врачи говорят, лечатся скарлатиной, в общем-то, быстро. Простые антибиотики поднимают больного на ноги уже через сутки. Но вот проблемы поставки пенициллина в аптеке с конца прошлого года так и не наладились, поэтому за лекарствами многим пациентам приходится серьезно побегать. Продолжение темы здравоохранения. Получить больничный по телефону больше нельзя. 31 марта закончилось последнее, связанное с пандемией коронавируса, временное разрешение на это. Напомню, три года назад Минздрав решил сократить количество заразных пациентов в комнатах ожидания, и долгое время получить простой больничный на какой-нибудь ОРВИ до 7 дней можно было просто по телефону. Ну и все, легкая жизнь закончилась, так что теперь снова каждый раз придется с температурой топать к терапевту вместо работы. Великая и ужасная немецкая бюрократия ослабляет хватку. Кабмин принял упрощенную систему выдачи права на работу иностранным специалистам. Здесь вот фанфары должны быть. Мы ждали этого закона несколько лет, и вот на прошлой неделе власти подписали целый комплекс мер, чтобы облегчить въезд к квалифицированным кадрам и жизнь тем, кто же здесь. Для людей без гражданства Евросоюза вводится так называемая карта шанса. Она будет основана на системе баллов, которые можно набирать за счет своего прошлого опыта, знания языка, связи с Германией и других критериев. Подтверждать свою квалификацию или переучиваться в Германии опытным людям больше не обязательно. Появится виза специально под поиск работы, и будут снижены требования к виду на жительство для студентов. Кроме того, экспаты могут даже поменять отрасль деятельности. Короче, чуть больше свободы теперь не только для айтишников и врачей, но и для людей других профессий. Ура, товарищи! Новость, о которой на неделе писали все большие издания. Vodafone увольняет 1300 сотрудников в Германии и берет курс на честные отношения с клиентами. Новый глава немецкого офиса решил устроить революцию в компании. Для нас, пользователь мобильной связи и интернета, это означает большую надежду на улучшение качества услуг и снижение цен. Сначала из Vodafone уволят тех, кто занимается малоэффективной бумажной бюрократией, а затем компания возьмет курс на совершенствование технологий. И самое приятное, больше никаких рекламных заманух. Ну, типа, подключите сейчас бесплатно, а через полгода мы втихушку выкатим амбагенскую плату за то, на что вы не подписывались. Экономические эксперты уже назвали это большим шагом для всего немецкого рынка, поэтому жертва Vodafone действительно может стать хорошим предвестником улучшений для всей Германии. И сразу же новость из параллельной реальности. Пока немецкие мобильные операторы делают первые шаги навстречу технологиям, на другой стороне планеты уже бьют тревогу. Искусственный интеллект развивается слишком быстро, и технологии безопасности за ним просто не успевают. Потенциальные риски для человечества обнаружил Илон Маск и еще тысяча тяжеловесных экспертов. По их словам, сейчас необходимо сделать паузу в обучении машин хотя бы на полгода, иначе гарантировать безопасность, в первую очередь информационную, мы не сможем. Речь пока не идет о восстании машин, но стремительное сокращение границ безопасного доступа к информации как будто уже трудно сдерживать. Особенно учитывая глубокий финансовый интерес IT-корпораций США и отдельной строкой Китая. В частности, популярные, уже доказавшие свою эффективность, чат-бот GPT уже используются мошенниками. Илон Маск называет это экзистенциальной угрозой всему человечеству. Германия вошла в топ самых богатых стран мира, аналитики составили свежий рейтинг. Эксперты сервиса «Статиста» опирались на данные Международного валютного фонда, и, несмотря на то, что всем известная самая богатая экономика мира США является лидером по ВВП, все-таки на фактическое благополучие жителей страны общая цифра влияет мало, говорят эксперты. Поэтому и в списке ВВП на душу населения, по самым свежим данным, первые три строчки занимают Люксембург – 116 тысяч долларов, Швейцария – 87 тысяч долларов и Ирландия – 85 тысяч долларов на душу населения. Штаты в этом списке оказались только на пятом месте, там на одного жителя страны приходится 63 тысячи долларов от ВВП. Германию эксперты ставят на 17-ю строчку из 20 самых благополучных государств мира. У нас этот показатель составляет 46 тысяч долларов. Но в рейтинге по общему богатству Германии сейчас четвертое в мире. Состояние ФРГ сегодня составляет 3,8 триллиона долларов. А что-то в списке ни России, ни Беларуси нет. Интересно, почему? Наверное, просто бумаги столько нет, чтобы вот этот список до конца печатать. На дорогах к Германии появился новый дорожный знак – зеленая волна. Это цифровая панель, которая состоит из двух обозначений – рекомендуемой скорости и, собственно, пиктограммы, которые обозначают зеленую волну. То есть, если водитель будет придерживаться указанного на табло скоростного режима, то на следующем светофоре он может рассчитывать на зеленый сигнал. Преимущество нового знака в том, что показатель может меняться в зависимости от загруженности или вовсе отключаться в случаях заторов на дорогах. Страстная неделя в Германии – важные дни не только для верующих, но и для людей светских. Новая рабочая неделя будет короткой. В пятницу во всей стране объявлен государственный выходной. И следующая неделя начнется только со вторника. Длинные пасхальные выходные – это не только повод навестить родных, но и посетить народные гуляния, например, пасхальные костры. Журналисты рассказали, где в этом году будут самые большие и красивые празднования. Пасхальный праздник в городе Люгде в Северном рейне Вестфалии в этом году собирается принять около 20 тысяч человек. Праздник начинается в 13.00, а гигантский костер сполыхнет около 9 часов вечера. На севере в Санкт-Петер-Ординге можно встретить праздник к самым живописным видам. Костер зажгут во время заката солнце на берегу моря, а в Гамбурге пасхальный огонь загорится на городском пляже Эльпштрант у подножия Бланкинеза. Смотреть на эффектное пламя интереснее всего с воды, поэтому запланируйте поездку на городском пароме или на туристическом теплоходе. Начало действия в 19.00. А теперь, пожалуй, самая важная новость за весь сегодняшний выпуск. 14 апреля дружная семья Гамбурга на бегу и квадрат камеди мутит большой и очень интересный проект. Мы снимаем спешл, то есть фильм-концерт известного комика Паши Залудского. Это уникальный случай, концертов в других городах не будет. Паша приезжает к нам с вами специально ради съемок. И только у жителей Гамбурга и тех, кто готов приехать на это шоу, будет возможность принять участие в съемках. Паша Залудский был резидентом шоу «Женский стендап на ТНТ». Он первый и единственный из медийных персон в России, кто сделал камин-аут на сцене. Из-за новых законов его монологи были полностью вырезаны из эфира, и его творчество теперь запрещено в России. Поэтому для нас очень важно собраться вместе и поддержать большого и классного артиста. Билеты недорогие, они уже продаются на сайте Квадрат Камеди. Ссылка в описании под видео. Не подведите, это очень важно для нас. Ну, до встречи на концерте и здесь, на канале «Гамбург на бегу» через неделю.